привет меня зовут николай и один из создателей проекта читай быстро в рамках которого мы стараемся понять что же такое быстро и осознанное чтение иногда мне в руки попадаются книги которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей то есть со всеми вами так и родился этот формат 10 фактов 3 задачи из интересной книги сегодня у нас в гостях робин шарма с книгой клуб 5 часов утра секрет личной эффективности от монаха который продал свой феррари робин шарма человек легенда индийского происхождения из когорты канадских писателей так популярный как мотивационный спикер и оратор в соединенных штатах америки индус канадец популярный в сша это он книга монах который продал феррари и он же книга кто заплачет когда ты умрешь есть ощущение что мы в читай быстро доберемся до обеих этих книг но начать знакомство с робином лучше всего с книги которая станет логичным продолжением нашего прошло недельного обзора про ультра мышление с книги клуб 5 часов утра если вы слушали прошлый обзор на книгу трэвиса мэйси ультра мышление то помните что там был факт про раннее пробуждение в 4.30 тогда я еще упомянул робина как одного из основных адептов вставать с рассветом и если вдруг вы не слушали тот обзор то самое время это сделать ссылка как обычно в описании кстати просылки в описании если вы вдруг еще не подписаны на канал читай быстро то самое время это сделать нажать на кнопочку подписаться колокольчик написать комментарий о том что вы думаете про раннее пробуждение и про робина шарму и прочитай быстро нас кстати неожиданным образом оказалось уже 4000 человек и вот было бы здорово если бы каждый из нас позвал сюда еще и своего друга в момент когда будет жать на колокольчик я записываю этот подкаст как и завещал робин ровно в 6 часов утра встав в 5 и чуть-чуть подготовившись к этому с видом на море и восходящее солнце без вина как обычно но со стойким ощущением что она еще сегодня появится в моей жизни вся книга в одном предложении значит первые минуты пробуждения определяют наше настроение на весь день если вы научитесь быть собранным радостным продуктивным благодаря именно вот этому раннему пробуждению то вся ваша жизнь изменится в считанные дни разумеется к лучшему давайте попробуем в режиме 10 фактов трех задач и 600 ближайших секунд разобрать что же для этого нужно вам будет сделать итак работа мозга в пять часов утра важный факт пропускная способность мозга ограничена то есть все то что вы можете так или иначе за день обработать какой-то массив информации он имеет вполне определенное значение и ресурсы которые вы затрачиваете на это на протяжении дня они тоже ограничены и в общем-то растянуты во времени но если вы сможете просыпаться рано утром то увидите что ваша способность концентрироваться будет максимальной потому что вы чувствуете себя в этот момент свежим отдохнувшим и как правило ранние подъемы стимулируют выработку серотонина и дофамина отдельно на этом мы останавливаться не будем ну в общем это очень здорово и важным моментом является тот факт что вследствие раннего пробуждения несколько часов вы и ваш мозг он предоставит предоставлен только самому себе вашим переживанием чаянием увлечением саморазвитию вас вообще никто и ничто не может отвлечь от того что вы считаете важным и чем хотите заниматься именно в этот промежуток времени который вы себе выкроили в плотном информационном потоке благодаря раннему пробуждению это такое себе ежедневное персональное время которое вот вы как раз планируете для себя в этом сумматошном быстро меняющимся мире и главное делать это системно не один раз в месяц а ежедневно потому что постоянство превосходит талант в этом заключается второй факт из книги ну тут все просто если вы дисциплинированные то по сравнению с вашим одаренным приятелем вы будете гораздо более склонны к успеху потому что дисциплинированные люди чаще становятся успешными если вы уделяете какому-то определенному делу много времени то результат обязательно появится много времени имеется ввиду систематически они набегом один раз в год и важно понимать что вот для того чтобы появился тот самый результат вы должны действовать постоянно системно вопреки вашим неудачам если они вас преследуют и тут робин шарма он нам говорит о нескольких системных подходах и и как бы ему приписывают эти несколько системных подходов которые укладываются в следующие формулы например формула 90 91 это значит что 90 дней в течение первых 90 минут после пробуждения вы фокусируетесь на одной какой-то глобальной задачи цели или процессе занимаетесь только и и это приносит свой результат вторая формула это 66 дней на формирование привычки он разбивает его на периоды по 22 дня 22 дня нужно на разрушение старого подхода в котором вы привыкли жить потом 22 дня в рамках установки на новую реальность вот я буду вставать в пять утра регулярные буду делать какие-то вещи которые будут меня делать лучше и 22 дня на интеграцию этой новой установки в вашу жизнь на каком-то продолжительном уже дальнейшем периоде жизни и принцип 20 20 ой принцип 20 20 23 двадцатки в общем он появится сегодня еще в более развернутом виде у нас в восьмом слайде поэтому я на нем отдельно не буду останавливаться в общем это все история про постоянство и про концентрацию на результате как способе превосходить талант в достижении какой-либо из целей кстати про концентрацию отвлекающие факторы которые вас окружают в момент когда пробуждаются все остальные люди они расточают вашу энергию вы можете просиживать часами в социальных сетях вместо того чтобы двигаться к цели вы можете отвлекаться на какие-то общения в мессенджерах на ответы людям ну в общем все то что в принципе может и подождать но как-то вот так мозг наш устроен что он во всем спектре информации которую видит пытается действовать и в социальную сеть посмотреть в мессенджер ответить и письмо какое-то написать если вы встаете рано вы можете по робину концентрироваться на нескольких наиболее перспективных задачах они на многих потенциально выгодных и это так как раз и заключается в том что вы избавляете от пустых занятий себя и высвобождаете ценное время которое можете потратить на какую-то одну глобальную задачу или на то что считаете для себя важным в долгосрочной перспективе общем эта история она не только про раннее пробуждение а в целом про то что то на что вы тратите время из этого факта есть один очень интересный практический кейс вы можете установить себе на компьютер или телефон или планшет где вы проводите больше времени простейший трекер который будет показывать вам в какой программе и на каких вкладках браузера вы проводите максимальное количество времени потом вы можете группировать эти программы и вкладки браузера по признакам отношения к работе например продуктивные какие-то вкладки или продуктивные программы и отношения к отдыху это контрпродуктивные и я уверен что вас неприятно удивит результат вот этого фонового тестирования когда вы запустите этот трекер он там будет две недели собирать про вас информацию а вы про него забудете и вы получите данные на предмет того сколько вы времени на самом деле проводите за решением реальных задач а сколько времени просто отвлекаетесь там получаете новостную ленту ничего не делаете отвечаете в мессенджерах все потому что нашим действием действием управляет спонтанность как правило ну то есть мы поработали поработали и тут спонтанно решили что мы должны посмотреть новости все мы переключились и полчаса там 40 минут не работаем все что нужно для того чтобы достигать результат это регулярность вместо спонтанности какие-то вещи вот как это девушка на фотографии нужно делать регулярно там встаете проверяете вес выпиваете стакан воды с лимоном в общем эффективно выполнять мелкие шаги ежедневно чем с понедельника начинать вершить какие-то великие дела ее робин говорит нам что вы должны мы должны все с вами совершенствовать одну способность по несколько минут в день и и делать небольшие перерывы между это касается спорта чтения любых других дел все потому что мастерство пятый факт проявляется со временем то есть вы не можете вот так взять и в один момент стать мастером кунг-фу или обрести какой-то навык не налетав условные вот те самые 10 тысяч часов по гладуэлу про которые мы из выпуска выпуск очень часто говорим робин говорит чтобы достичь высокого уровня мастерства нужно уделять делу 23 часа ежедневно собственно 23 часа каждый день за 10 лет позволит вам превратиться в настоящего профессионала и избавьтесь от ощущения что вы получите мгновенные результаты как бы вас в этом не убеждали разные другие мотивационные видео в общем обретение мастерства это длительный процесс и это сложная работа чтобы владеть собой робин говорит уделяйте 1 час утреннего времени саморазвитию и в общем то его вы можете посвятить здоровью размышлениям духовности ну об этом мы поговорим чуть больше в рамках слайда 20 20 20 еще важно помнить что опыт это урок каждый человек он как правило находится на своем месте и чтобы изменить какую-то ситуацию вы должны выучить уроки которая вам преподнесла жизни иными словами вы должны правильно интерпретировать полученный опыт все проблемы которые возникают в вашей жизни все практические ситуации которые вы как-то разрешаете это все новый опыт плохое нужно в этот момент пускать а хорошая вспоминать для того чтобы она ну в общем да и плохое может формировать ваш житейский опыт но важно понимать что вы любая неудача которая вас предстерегает на пути она вам даже если вы из нее вышли с какими-то потерями она вам сыграла плюс потому что в будущем при повторении подобной ситуации или там других обстоятельствах вы получили тот самый бесценный опыт который позволит вам двигаться чуточку быстрее избежать ошибок и достичь желаемого результата еще чуть быстрее важно помнить про секрет четырех сфер интересная и важная вещь про гармоничное развитие в общем-то робин говорит что невозможно добиться я бы даже сказал наверное не добиться успеха невозможно стать счастливым преуспевая в какой-то одной только сфере вы когда концентрируетесь на одном аспекте забывайте о других важных вещах и поэтому вы по мнению робина шармы должны одинаково хорошо работать над четырьмя сферами что это за сферы он говорит нам что это разум это здоровье это духовность и личность и пренебрегая одним или несколькими из вычерп перечисленных аспектов вы в конечном итоге пренебрегаете своим гармоничным развитием то есть так или иначе вы столкнетесь с проблемами и например можете стать успешным бизнесменом загубить здоровье или там быть абсолютно здоровым но как-то очень медленно двигаться к своим целям и в общем то чувствовать себя недостаточно успешным для того чтобы секрет четырех сфер работал максимально продуктивно используйте и при ежедневном пробуждении формулу 20 20 20 вот одна из трех формул о которой робин шарма говорит очень часто суть ее такая что вставать в пять утра это не сама цель потому что вы можете встать и бесцельно триняться по комнате там или не знаю выходить на улицу ходить кругами у круг дома и ждать пока все проснутся чтобы с кем-то поговорить не растрачивайте время впустую не там просматривайте социальные сети или новости он разработал схему вот про то как эффективно потратить например первый час времени но вы можете ее переделать на там на первые три часа времени тогда собственно у вас формула 20 20 20 изменится на 60 60 60 так вот вы уделяете движению размышлению и развитию по 20 минут что такое что это такое это в робин шарма говорит о про идеальное утро в котором вы двигаетесь выполнять интенсивные физические упражнения вызывающие выделение пота делаете что-то что способствует выработке протеина восстанавливающего клетки мозга ну в общем тяжелую какую-то физическую работу делаете в течение 20 минут потом в течение 20 минут вы прежде чем влиться в активный какой-то ритм жизни находитесь в тишине в покое приводите мысли в порядок думаете о глобальных каких-то своих целях о своих желаниях можете в этот момент вести дневник там делать какие-то записи делать записи в букноте по прочитанной книге или медитировать и 20 минут тратите на то чтобы изучать какие-то новые вещи новую науку в чем вы хотите продвинуться чуть дальше то есть там смотрите какие-то тренинги проходите марафоны просто читайте курсы делайте практические задания в общем развивайтесь и вот получается вот эта формула 20 20 20 движения размышления развития физические нагрузки медитация и собственно само развитие один из наверное краеугольных фактов этой книги про то что встать в 5 утра не сама цель а вот важно еще и правильно использовать то время которое вам дадено до пробуждения всех остальных ну и конечно жизнь без спешки девятый факт робин говорит вам не обязательно развивать только один какой-то навык каждый день быть там ну прям таким упорно упертым когда единая цель будет достигнута появится какое-то некое чувство разочарования и пустоты и поэтому лучше ежедневно уделять внимание разным сферам и это позволит вам наслаждаться каждым днем то есть заниматься и физическим но вот опять же это продолжение формула 20 20 20 20 20 и в том числе внутри формулы если вы там тратите 20 минут на развитие то а лучше например вы выделяете себе три часа и тратите 60 минут на развитие то лучше чтобы это было несколько направлений потому что не спеша постараюсь вот внедрить в жизнь какие-то интересующие вас ну там направление вы получать а не одно вы получаете возможность не спеша развиваться сразу сразу по по нескольким по нескольким направлениям по нескольким кейсам и десятый факт один из самых основных которые мне тут точно также как и собственно революционности раннего пробуждения понравился это то что время перед сном имеет значение за два часа до сна говорит робин нужно отказаться от просмотра фильмов от смартфона от любых информационных потоков вы должны выдохнуть должны привести мысли в порядок и с этим в общем-то уснуть потому что наверняка каждый из нас сталкивался с этим особенно если там внутри телефона появляется какая-то интересная новость или факт который для вас важен его он не может ждать до утра вы начинаете его прокручивать в голове из-за этого позже засыпаете на утро чувствуете себя разбитым не выспавшимся и про какие там пять утра можно говорить если вам хочется еще поспать несколько часов поэтому здоровая альтернатива вот этому времени в смартфоне перед сном это время с близкими людьми из там медитация чтения спокойной какой-то литературы нонфикшен литературы в том же числе слушание музыки и в общем робин говорит что это все должно закончиться не позже десяти часов вечера для того чтобы в пять часов вы смогли уже спокойно пробудиться уделить время себе своему развитию и настроиться на позитивный лад и на следующий день вот такими были 10 быстрых фактов из книги робина шарма клуб пять часов утра думаю что мы с этим писателем еще встретимся хотя бы с одной или там двумя книгами три задачи если слушать подкаст не в первый раз то наверняка знаете что из каждой книги кроме фактов я стараюсь записывать еще и задачи записываю их в букнот это такой блокнот для осознанного чтения который мы придумали в читай быстро для того чтобы каждая книга приносила вам максимум полезности и вы извлекали из нее максимальное количество разных фактов то есть вы сначала записываете какие-то интересные идеи потом на основе этих идей формируете задачи практически которые вы пойдете и сделаете закройте после того как прочитаете книгу чтобы быть уверенными что эта книга была прочитана не зря и принесла вам максимум практической пользы так вот три основные задачи это конечно же попробовать вставать в пять утра 66 дней подряд вот те три периода по 22 дня для того чтобы понять имеет ли практическое применение все то о чем говорит робин шарма в книге клуб пять утра вторая задача это убрать за час до сна не за два это практически невозможно но за час хотя бы до сна любые контакты с информационными потоками не просматривать мессенджеры не просматривать новости и вот это вот тому подобное особенность телефона и третья задача это помните необходимости развития четырех сфер разума духовности здоровья и личности и помнить что если будет перекос хотя бы в какую-то из одной сфер то условная гармоничная счастливая личность уже не получится таким был на этой неделе и в это раннее утро немножечко сумбурный проект что и быстро таким был робин шарма и клуб 5 часов утра если захотите проверить скорость чтения буква . info slash rapid инструмент который позволяет сделать это быстро и бесплатно сначала читайте текст потом отвечаете на вопросы по этому тексту потом получаете сертификат с результатами вашей скорости и осознанности чтения и еще советы и рекомендации потому как эту скорость увеличить если хотите и дальше слушать всякую нонфикшн историю то обязательно подписывайтесь на канал порекомендуйте знакомому другу поставьте колокольчик чтобы не пропустить ничего важного в общем все то зачем вы как правило приходите на youtube и захотите больше узнать про блокнот для осознанного чтения он же букнот про рабочие тетради по развитию чтения навыков чтения у вас и ваших детей про смарт конспекты про обзоры нонфикшн литературы по сам про смарт скиллы и прочие прочие всякие навыки то приходите к нам на блог буква . info slash блок мы там регулярно вкладываем разные статьи ну instagram буква . info он тоже все еще жив там все еще периодически бывают розыгрыши книг и фоточки через неделю новый я новые вы новая книга читайте книги слушайтесь маму увидимся пока